Некоторые сербы и болгары до сих пор конфликтуют друг с другом. Что же послужило яблоком раздора в отношениях этих государств? Об этом в сегодняшнем выпуске. Меня зовут Настя, это канал Словенское дело или Деяния славян. И здесь мы говорим о славянах беспристрастно. И сегодня мы наконец разгадаем тайну сербско-болгарских отношений. После получения Сербии независимости от Османской империи и расширения своей территории, об этом мы говорили вот в этом видео, ссылку на него вы найдете в описании. Так вот, после этих событий в Османской империи осталось совсем немного сербов. Но остались земли, на которые претендовала Сербия. Это средневековые столицы Призренс, Копли, Печская патриархия, сегодня это территория Македонии, и Косово. Эти земли были очень важны для сербской исторической традиции, так как они являлись историческим центром сербских земель. Но на пути к этим землям был не только турецкий султан, но также болгары и греки, которые тоже претендовали на Македонию. И албанцы, которые претендовали на Косово. Грекам территория Македонии принадлежала в 11-12 веках, и поэтому не давала им покоя. А болгары владели Македонией в 9-10 и 13 веках. Сербская же она была в 14 веке, а следующие 500 лет ней правили турки. Ну, а местное население, конечно же, никто не спрашивал, в какое государство они хотят входить и кем они вообще себя считают. Да и вряд ли было какое-то одно мнение, так как там жили и турки, и славяне, и их этническое самосознание в современном смысле этого слова тогда еще не сформировалось. Это позднее, только в 20 веке, среди части местной элиты окончательно сформировалось представление о том, что славяне Македонии не болгары и не сербы, а что-то свое. В общем, у Сербии и Болгарии из-за этих территорий отношения начали обостряться. Каждая из государств проводила на этих территориях политику просвещения. Они просвещали местное население о том, кем же они на самом деле являются. А противостояние Сербии и Болгарии все росло и росло. Что же касается Косово, то здесь сербского населения с 17 по 19 век становилось все меньше, а албанцев все больше. И когда албанцы поняли, что турецкое государство постепенно рушится, они начали выдвигать требования автономии в границах Османской империи или же создания собственного государства в случае ее распада. Но вернемся к сербско-болгарским отношениям. Опасаясь, что в их конфликт вмешаются великие державы, Сербия и Болгария решили договориться о разделе Македонии и отвоевать ее у турок. Тайно, при поддержке России, они сели за стол переговоров. В результате было признано, что есть бесспорно сербские и бесспорно болгарские районы. А оставшаяся спорной центральная часть должна была либо получить автономию, либо быть разделенной при арбитраже российского императора. Друзья, прежде чем мы продолжим, хотелось бы вам напомнить, что вы можете поддержать нашу деятельность на Патреоне или Пейпл. Ссылку на них вы найдете в описании. Итак, в 1912 году Сербия и Болгария заключили военный союз. К ним также присоединились Греция и Черногория. Были достигнуты военные победы. В том числе Сербии удалось занять часть Албании. Однако в декабре 1912 года в Лондоне на конференции послов великих держав было провозглашено создание албанского государства. А Сербия под давлением этих великих держав должна была вывести войска из Албании. Сербия таким образом лишалась надежд на выход к морю путем присоединения с Северной Албанией. Сербские националистические круги призывали правительство компенсировать эту неудачу захватом максимально большей территории Македонии, чтобы приблизиться к Игейскому морю. 1 июня 1913 года Сербия заключила договор с Грецией о разделе значительной части Македонии. Но не дожидаясь российского арбитража, который предполагался по македонскому вопросу, болгарские войска 30 июня 1913 года без объявления войны выступили против Сербии. Однако силы были неравны. Против Болгарии выступили также Румыния и Турция. Болгария была разбита в течение нескольких дней. В битве при Бреголице 9 июля 1913 года, где сербские войска одержали победу, они потеряли убитыми 16 тысяч человек, а болгарская сторона 20 тысяч убитых. И Болгарии пришлось подписать мирный договор. Сербии досталась Македония, однако сербское правительство не устраивало границы с Албанией. В результате Балканских войн сербско-болгарские отношения были подпорчены. И даже сегодня эта тема может вызывать конфликты у некоторых представителей сербов и болгар. Вместе с приобретенными территориями в Сербии появились и новые проблемы. Получив новые земли, населенные албанцами, турками, македонцами, Сербия больше не была этнически гомогенным государством и столкнулась с проблемой межнационального урегулирования. Попытки насильственной сербизации присоединенных территорий вызывали сопротивление населения. Сербия вышла из войны в тяжелом финансовом кризисе, обремененная прежними долгами и обязательством выплаты своей части турецкого долга. Реорганизация и интегрирование вновь присоединенных территорий требовали существенных затрат. Партия войны в Сербии получила новых сторонников в связи с ухудшением отношений с Болгарией и Австро-Венгрией. Националистическая военная организация «Объединение или смерть», действовавшая с 1911 года, настаивала на реванше с Австро-Венгрией в Боснии и Герцеговине. Всего год оставался до рокового выстрела в Сараево, знаменовавшего начало Первой мировой войны. Но это уже другая тема. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова